здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты буквально вчера получила еще одну посылку с гибискусами завелась я на гибискусы сирийские заболела я этим великолепным растением уже лет наверное 10 или 12 прошло с тех пор как первый раз увидела их в египте потом через несколько лет мы были в турции я тоже все время ходили вокруг них и мечтала чтобы отщипнуть веточку укоренить и посадить такое растение дома ну вот совсем буквально недавно я узнала что оказывается гибискусы сирийские они достаточно морозостойкие начала искать первую партию я выписывала из русского огорода я недавно показывала свои гибискусы которые у меня там на даче растут у них заявленная морозостойкость 29 градусов то есть вместе с моими колоновидными деревьями под моим укрытием покрывала я считаю что они вполне способны перезимовать конечно не в открытом грунте а в кадочной культуре если их положить лежа и накрыть ну и понеслась как положено часть я уже показывала один единственный который у меня не пошел это copper king но у меня есть похожая расцветка комнатная конечно в комнате такое количество растений держать мы не можем наблюдать цветение гибискусов это по сути удовольствие очень большое вот это гибискус сирийский просто сирийский написан но они заявлены как в брикете с грунтом здесь видно что растение достаточно мощная поэтому я их просто пересажу в горшки вот этот вместо брикета тут старенький горшочек но видно что он уже давным-давно перерос свой горшок вот такие вот торчат корни конечно я их пересажу и зимовать они у меня будут уже на даче в этом сезоне очень красивая у них листва вот хочу сразу показать у меня есть комнатные гибискусы вот это карио white он цветет белым с красной сердцевиной очень огромные цветки вот этот у меня называется текила sun sunrise это оранжевый и вот такой у меня есть гибискус совершенно красный не знаю я название мне его дарили вот такие ярко алые махровые цветки и когда они зацветают у них вот эти вот наружные лепесточки они такие прям золотистые светящиеся здесь вот уже отпали бутоны и вот набирает набирает новые бутончики несмотря на то что он маленький был у меня огромный цветок я его разрезала расщипала и решила сделать компактный потому что когда мне его подарили он был больше метра ростом это была одна палка и на которой было несколько веточек на макушке конечно такое растение дома красоты не придает вот такая компактная форма содержания очень красиво выглядит и чтобы гибискус хорошо цвел его нужно почаще прищипывать зачем я это показываю я показываю чтобы вы сравнили листву вот это листва гибискусов которые мы привыкли выращивать дома и вот это листва гибискуса сирийского понятно что это сорта совершенно разные эти приспособлены только комнатным условиям эти же могут расти в открытом грунте но вот те которые я уже показывала у меня там их несколько сортов я их пересадила и уже укрыла но поскольку дело это рискованное живем мы в сибири и 29 градусов конечно это не на температура прежде чем оставить гибискусы на улице я конечно для подстраховки сняла черенки черенки резала не специально потому что там это было были подломанные веточки так это вот у меня орденц это из прошлой посылки сидят прижились не все но тут выпадов в принципе немного так рашен и виолетт вот хотела показать майка вот у него уже корешочки появились его уже можно пересаживать это вот гибискусы все сирийским от морозостойки и вот вот этот я смотрела матильда тут тоже уже видно отсвечивать немножко вот хорошие корешочки их я буду пересаживать в больший объем и приучать к открытому воздуху то есть конечно все у меня на даче большие гибискусы я их дома оставлять не буду но для подстраховки череночки все-таки взяла единственные у меня вот коперкинг который пришел весной в огромном горшке два растения кто смотрел они у меня как-то не пошли и не получились из той же посылки cranberry crush вот я буквально на днях уже пересадила потому что сидели они здесь же и он уже перерос свой горшочек вот я его пересадила и пока еще у меня адаптируется после пересадки посидит под колпаком потом я открою крышечку и постепенно начну приучать к открытому воздуху таким образом они будут расти но вот вот такой горшочек не занимает много места конечно такие деревья я оставлять не буду но и с этими сделаю то же самое прежде чем увести их на дачу для подстраховки я непременно возьму с них черенки это будет моя страховка на случай если они не перезимуют тогда уже они у меня будут либо дома жить либо хранится в погребе но я надеюсь что все будет замечательно вот такие вот две покупочки у меня сегодня идет еще одна посылка уже получила извещение из русского огорода там идут у меня сливы и новая крупноплодная клубника не знаю куда буду девать своих 17 сортов еще два заказала очень интересных сорта но клубника в посылках доходит не всегда хорошо не знаю что мне придет покажу обязательно в общем вот такие завелась я именно на морозостойкие гибискусы и хочу попробовать выращивать их на даче пять или шесть сортов шесть по моему сортов у меня уже живут они уже укрыты и вот еще два новых сорта единственное что если получится я обязательно еще поищу copper king но он по расцветке очень похож вот на этот карио white у него белая чаша огромная и красная сердцевина с большой тычинкой not такой не знаю вряд ли такой сможет перезимовать по весне посмотрю может быть и copper king еще раз закажу я сейчас возьму с этих для подстраховки несколько череночков поставлю их на укоренение завтра эти уедут на дачу будут зимовать там с вами была елена и канал женские секреты кому видео было интересным и полезным ставьте пожалуйста лайки пишите свои комментарии хотелось бы узнать кто-то выращивает или не выращивает в северных условиях гибискусы в открытом грунте вот эти пришли из города волок да это горшинка еще из русского огорода но это подмосковье приходят а вот как они чувствуют себя в северных условиях я конечно пока в сомнениях но тем не менее пробовать буду и обязательно буду выращивать черенки для таких энтузиастов или сумасшедших садовников как я вот эти все равно придется подрезать поэтому череночки я с них возьму и попробую их укоренить корневая система просто улёт поэтому мне пришлось даже разрезать горшок чтобы вытащить все это это переедет в двухлитровая а вот это которая росла в двухлитровом пришлось уже взять пятерочку иначе ему здесь тесно и зимой корешочки могут пострадать поэтому земли я обязательно добавлю и непременно пролью корни силам для лучшего укоренения и потом они у меня поедут зимовать так вот они мои красавчики переехали в новые домики завтра они поедут уже жить на дачу конечно череночки я постараюсь укоренить кому интересно тема гибискусов заказывала я в горшинке ссылку на этот магазин вы увидите найдете в описании под этим видео ну а те кто живут поблизости я свою коллекцию всегда размножаю черенкую и всегда укореняю то что у меня получается приобрести черенки можно в моей группе вайбер или посмотреть на моем сайте адрес сайта вы видите на экране росток мегион точка ру там я выкладываю на продажу свои растения которые у меня есть наличие но которых единичные тех конечно отслужив отслеживайте в группе вайбер группа называется росток там же можно со мной связаться но на следующий год посмотрим как они поцветут и будем уже размножать укоренить всем желаю удачи хорошей зимовки вашим растениям жду вас снова на своем канале